Быть или не быть в России референдуму о пенсионном возрасте. Подобное решение принимается не так быстро, как многим хотелось бы. На данный момент, как сообщила сегодня на пресс-конференции, председатель краизбиркома Ирина Акимова, избирательная комиссия Алтайского края лишь зарегистрировала подгруппу по выдвижению инициативы проведения референдума о пенсионном возрасте. Напомним, до этого в ЦИК России нашей подгруппой был представлен вопрос о согласии или не согласии населения с тем, чтобы пенсионный возраст, установленный действующим законодательством, не менялся. Как подчеркнула Акимова, это лишь первый шаг к реализации идеи проведения референдума. Инициативные подгруппы должны быть созданы не менее чем в 43 регионах России. Лишь после создания общей федеральной инициативной группы начнется сбор подписей в поддержку проведения общенародного голосования. Когда на сегодняшний день нашим избирателям при проведении тех или иных мероприятий говорится о сборе подписей в поддержку проведения референдума в дальнейшем, то, конечно, это еще не та стадия, которая в дальнейшем позволит представить такие подписи в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. На сбор подписей их необходимо 2 миллиона, будет дано 45 дней. К слову, в одном регионе можно получить не более 50 тысяч подписей. Председатель Краизбиркома напомнила, что последний раз референдум в России проводился в декабре 1993 года. Тогда в России принимали новую конституцию. Во сколько обойдется бюджет у проведения общенародного голосования, если решение будет принято, Ирина Акимова сказать затруднилась. При этом отметила, что будут задействованы средства федерального бюджета. в том числе в Москве.